Новый трудовой кодекс до сих пор вызывает массу споров, что он принесет наемным работникам гарантию справедливой оплаты и нормальных условий труда или многолетнюю кабалу. Озвучить свое мнение организаторы круглого сала предложили специалистам. Так, судьи, которым постоянно приходится сталкиваться с трудовыми спорами, считают, что работы у них точно поубавится. Согласно новому трудовому кодексу, отношения между работодателями и работниками строятся на принципах саморегулирования с усилением потенциала коллективных переговоров и заключаемых соглашений и договоров. С одной стороны, для работодателя в определенной степени упрощены процедуры найма, кадрового перемещения, увольнения, определения условий труда работников и так далее. А с другой стороны, укреплены базовые трудовые гарантии и права работников. Новый кодекс «Упор в трудовых отношениях» делает на добровольном соглашении коллектива работников и работодателя. И прежде чем обращаться в суд, спор между сторонами должна рассмотреть согласительная комиссия. Легче всего отстаивать свои права работникам, состоящим в профсоюзах. Пока таким образом обеспечить условия труда и социальные гарантии в Южном Казахстане могут специалисты 10 отраслей народного хозяйства, имеющих свои профессиональные объединения. В основном работники бюджетной сферы. Как свидетельствуют медики, коллектив – это сила. У каждой организации, как сейчас мы говорим о нашей дне, что неизвестные договоры, на уровне области имеется оборудовое соглашение между областным сериалом и департаментом здравоохранения с управлением. На республиканском городе имеется республиканское соглашение, которое заключается от центрального совета нашего профсоюза и Министерства здравоохранения с управлением. В этих соглашениях все, что вносится касательно компенсации, касательно тех гарантий, которые необходимы нашим медицинским работникам, все это прописывается в этих соглашениях и все эти дополнения вносится в коллективный договор. Для чего это делается, чтобы защитить наших медицинских работников? Будущее в трудовых отношениях за коллективными договорами считают участники круглого стола. Нужно лишь скурпулезно прописывать свои требования, не забывая об обязанностях. Пока же в нашей области лишь 40% рабочих коллективов имеют письменные гарантии условий труда.